Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать вам о болезни Миньера. Это заболевание диагностируется достаточно часто, хотя надо сказать, что на самом деле зачастую идет гипердиагностика этого заболевания. Порой частые пароксизмальные приступы головокружения все списываются на болезнь Миньера, хотя не учитываются некоторые характерные для этого заболевания сопутствующие симптомы. Надо сказать, что по частоте болезнь Миньера это достаточно редкое заболевание, разные авторы приводят разные статистические данные, но частота заболевания находится в пределах от 20 до 200 человек на 100 тысяч населения, что достаточно редко для общей патологии, для заболеваний. В частности, вестибулярная мигрень, которая сопровождается также пароксизмами головокружения, встречается гораздо чаще. Надо сказать, что однозначные причины для заболевания так и не удалось установить. Однозначно следует сказать, что развивается водянка лабиринта, то есть увеличение количества содержания жидкости в лабиринте, так называемый эндолимфатический гидропс. Но почему он образуется, сказать сложнее. Некоторые считают, что здесь есть наследственные факторы, некоторые считают, что здесь какой-то воспалительный процесс, кто-то считает, что причины микротравмы или травматические повреждения со стороны головы, со стороны внутреннего уха, то есть баротравмы. Но однозначной причины для развития заболевания нет. Хотя эндолимфатический гидропс развивается фактически в 99% случаев. Симптомами болезни Миньера считается следующее состояние. Прежде всего, это повторяющиеся на протяжении какого-то времени выраженное системное головокружение, которое сопровождается тошнотой и рвотой. В начале заболевания головокружения могут быть не очень сильные, может не быть тошноты, но в дальнейшем эти симптомы присоединяются к головокружению. Также следует сказать, что для заболевания болезни Миньера характерны аудиожалобы, то есть развитие шума в ушах, а также снижение слуха, которое в начале заболевания одностороннее, оно проходящее, то есть симптом сопутствует не всегда, и, допустим, шум в ухе и снижение слуха развивается только в момент переступа. В дальнейшем заболевание может иметь двухсторонний характер, то есть уже увлекается в процесс оба уха, и при этом для новозаболевания характерны столькие изменения на поздних стадиях, то есть изменения со стороны шума в ушах, со стороны снижения слуха сохраняются на протяжении и межприступного периода. Надо сказать, что четких, однозначных диагностических критериев заболевания нет, но что, скажем так, характерно для заболевания. По МРТ головного мозга изменений никаких обнаружить фактически не удается, потому что головной мозг интактем, а водянку лабиринта особенно незначительно обнаружить очень сложно, потому что визуализирующая способность МРТ не позволяет четко идентифицировать данное состояние, что возможно только при проведении высокопольного МРТ, то есть это три Тесла и выше, что не всегда доступно для людей, особенно если это где-то на периферии происходит, а не в центральных городах. Соответственно, по МРТ мы ничего не увидим, и данное исследование для верификации диагноза проводить вообще не нужно. Далее. На начальных стадиях заболевания достаточно характерны изменения аудиограммы, то есть в момент приступа по аудиограмме можно записать изменение слуха, особенно на низкую тональность. Соответственно, в дальнейшем данная жалоба, данный объективный симптом, он сохраняет и межприступный период, что не характерно для других пароксизмальных состояний, допустим, для вестибулярной мигрени или для доброкачества пароксизмального позиционного головокружения. Также характерна колорическая опроба, в особенности ее флуктуация, то есть развитие нестагма может быть как в одну сторону, так и в другую, при этом даже за проведение, скажем так, маленьких промежуток времени, нестагма может измениться при проведении колорической пароксизм. Надо сказать, что такие более редко проводимые исследования, как слуховые вызванные потенциалы, они остаются тоже нормальными, что затрудняет диагноз, но хотя с другой стороны позволяет антифицировать других состояний. Также надо сказать, что очень характерны жалобы клинические. Картина, если ее собирать полноценно, то есть все-таки это повторяющееся состояние головокружения имеет системный характер, сопровождается различными жалобами со стороны слуха, чего нету при других заболеваниях, похожих на болезнь Миньера. Надо сказать, что болезнь Миньера неуклонно прогрессирующая заболевание, и лечить его, как таковое, достаточно сложно. Важно объяснять человеку, что, хотя заболевание является неизлечимым, оно не несет угрозы жизни или здоровью, как таковому, и что приводит лишь к снижению качества жизни. Для увеличения межприступного периода, для уменьшения выраженности самих приступов, используя такие препараты, как препараты битагистина, в частности оригинальный препарат битасерк, использовать специфические мочегонные средства, например, гиакарп или манитол, используют общую укрепляющую терапию. Важно проведение также вестибулярной реабилитации, то есть использование вестибулярной гимнастики и различных приборов для тренировки равновесия, для тренировки восприятия человека в окружающем пространстве. При особо тяжелых ситуациях можно проводить оперативное вмешательство, но которое несет достаточно высокий риск потери слуха. В частности, примерно в 15% слух теряется невозвратимо. При этом болезнь Мниера, хотя и приводит к грубым нарушениям слуха, но эти нарушения могут корректироваться при помощи слуховых аппаратов. Со временем на поздних стадиях заболевания обычно головокружение как симптом исчезает и остается лишь нарушение слуха, а также могут быть приступообразные состояния, которые сопрождаются общим дискомфортом, возможной тошнотой и возможной рвотой. Но главным симптомом на поздних стадиях остается лишь нарушение слуха. Субтитры создавал DimaTorzok